Двести участников, профессионалы и любители в Химках впервые прошли соревнования по семейному бадминтону. В каждой команде по два человека и обязательное условие это должны быть родственники. Дали клич. Очень много участников из Химок, из области откликнулись, приехали из других городов. Мы даже сами удивились. Мы считаем, что это очень хорошее, очень интересное начинание семейного досуга, семейной дружбы. И видим, что это нашло отражение в сердцах. Анна Кириллова одна из самых юных участниц соревнований. Ей всего 14. Из них 4 года она занимается бадминтоном. Уже не раз участвовала в различных состязаниях, но в паре с отцом выступает впервые. Для папы Ани Антона Кириллова, спортсмена со стажем, другого выбора, как поддержать, не было. Мы с семьей постоянно где-то участвуем. Раньше, еще в детстве, мы постоянно принимали участие в соревнованиях, таких как папа, мама и я. У нас вся квартира заставлена кубками. Не дали. Так что здесь даже не было никаких раздумий, чтобы не поддержать дочку на этих соревнованиях. А этой участнице Ольге Дубовенко почти 70 лет. Из них 35. Она играет в бадминтон. Имеют в своей копилке различные награды, в том числе международные. Для нее этот вид спорта стал неотъемлемой частью жизни и помогает поддерживать хорошую физическую форму. Просто это интересный вид спорта. Он игровой, и вы получаете нагрузку незаметно. Заметно. Только-только вы освоили этот вид спорта, и вы очень быстро способны получать нагрузку. Это не нужен тренажерный зал, это не нужен бег, который тоже очень сложен. Вы не замечаете, потому что очень велика эмоциональная составляющая. Бадминтон – это не только интересная, но и комфортная игра без чрезмерных нагрузок. Этот вид спорта доступен для людей разного возраста. И семейные соревнования тому доказательства. Длились они в течение дня. Лучших выбирали в разных категориях. Среди победителей призеров есть семейные пары из Химок. Юлия Самошина, Дмитрий Бочаров. Новости. Химки ТВ.